Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня среда, garbage day, как я его называю. Первое, garbage day, второе, этот вот, Иуда взял 30 серебряников, вот, поэтому сегодня fasting day, ну, лично у меня. И я стараюсь удерживаться среда, пятница, это обязательно, вот. И, ой, я православный человек, но, ой, плохая православная, плохая, я очень стараюсь, но я очень стараюсь, очень стараюсь, и сложно. Так вот, собака бывает кусачей, только от жизни собачьей, только от жизни собачьей, собака бывает кусачей. Помните этот мультфильм? Ох, как я его любила и всё время пела, вот, и всё время думала, если вот кто ко мне какой стороной повернётся, тот и получит, вот в таком плане. А сегодня, кроме того, что среда, сегодня 10 августа, и я опять взяла песню сегодня, потренировалась раз за три, и вы не поверите, в общем, мне так понравилось. То есть, чем же мне понравилось, у меня лучше стало получаться. Я в те, я поставила уже два видео, один раз я была, я показывала бы всё это вот возле зеркала, и это было вот прям вот с первого раза, я вообще не практиковалась, вот просто взяла это вот и стала петь, и не могла попасть в такт. Там некоторые слова я в такт не могла попасть, и вот сейчас, сегодня я два или три раза попрактиковалась, раза три, наверное, и вот там с дыханием, там получалось именно вот как river's flow, потому что river flows, как в третьем лице, а здесь river's flow. И ещё у меня стало получаться именно milking honey попадать в такт. Слушайте, я хочу этот вот продемонстрировать на полном серьёзе. Вот, правая рука, господи, благослови. Вот, правая рука, господи, благослови. Видите, получилось? Попала в такт. Это не я, это благословение Господа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА grow. I'm headed to a place with no torn home stones. Sing my soul till I'm home. You can bring your money, you cannot bring your fame. Forever there is only one name above all names. We'll be singing. Смотрите, здесь поется как будто Clouds, а это Choirs, Choirs, Sing. We will all be free, God in all his glory, as far as you can see. It's like every day is Sunday, in the land of milk and honey. А вот сейчас тот речитатив, там первый куплет, и сразу он повторяется. А я вообще Greystone не могла выговорить. Вчера вообще было плохо, а сейчас, Господи, благослови. To the other side, to see the dead, come back to life. We don't have to wait till the trumpet's sound. We're calling down your power now. We don't have to wait till the other side, to see the dead, come back to life. We don't have to wait till the trumpet's sound. We're calling down your power now. Grass grow in the graveyard, spring on up, spring on up. Water flowing, flowing in wastelands, let it run, let it run. Hope growing, where there was no one. Love flowing, where there was no one. Love flowing, where there was no one. Hate was. Plant. Kingdom come, kingdom come. Надо еще потренироваться. Choirs will be singing, saints on bended knees. Angels will be dancing, we will all be free. God in all his glory, as far as you can see. It's like every day is Sunday, in the land of milk and honey. И последний куплет я еще плохо вот выговариваю, но я еще не больше десяти раз только практиковалась. Слушайте, practice make it perfect. Господи, вас благослови, замечательно вам сегодня замечательные среды. И помните, сегодня для всех христиан Иуда взял 30 серебряников. Вот, продал свою душу за 30 серебряников. Не будьте иудами, не продавайте ни за что свою душу. И сегодня у меня муж любимый пригласил меня, говорит, хочешь, пойдем почитаем Библию. Вот именно сюда вот он пригласил. Он сидел здесь, достал Библию. Это было от Матфея. Евангелие от Матфея, 5 глава. Значит, проповедь вот на этом... Нагорная проповедь по-русски звучит, а по-английски это sermon on the mountain. У нас, смотрите, у нас штат Green Mountains. Еще у меня только что дети старшие приехали из Колорадо, а там Rocky Mountains. Рокки, вот Рокки Бальбона, что мне очень очень нравился. В общем, я поеду на Rocky Mountains. И когда дети мне рассказывали, они так интересно рассказывали про этот штат, и я очень внимательно слушала, и когда я говорю, вот там Rocky Mountains, горы, а Валюша говорит, они не горы, они скалы. Молодец! Вот точнее сказать глубже, скалы. Но скалы это тоже горы, вот я об этом. И Нагорная проповедь, вот очень многие христиане, я просто говорю за очень многие, не за всех, но вот я лично себя к ним относила, потому что я вот была протестанткой, причем такая ярая, и даже думала, о чем мне эти 10 заповедей учить? Вот Иисус ее там отменил, вот сказал первая заповедь. Вот одному Господу только вот своему служи, вот в таком плане. А смотрите, это и так, и не так. Христиане должны, обязаны научиться видеть глубже, что в первой заповеди только Господу одному служи, не идолам, ни денюжкам, ни своему желудку. Вот почему среда. Смотрите, что произошло. Иуда взял эти деньги. Петр, он еще больше, знаете, вот предавал Иисуса Христа, но он покался. Иуда покался, но Петр продолжал жить. И вот нести Слово Божье, и проповедовать, и всю жизнь, и даже на иконах. Я опять повторюсь, на иконах вы зачастую поймете, что это апостол Петр, потому что он со слезами. А за что за слезы? Потому что он всю жизнь об этом раскаивался, в этом, о предательстве своем. Но Господь же, он знал, он знал, и он дал шанс. И вот, что мы были не иудами, а мы были, вот, как Петр, как Матфей. И вот, чтобы мы каялись каждый день. И разговор Иисуса и Никодима, вот, to be born again, чтобы заново родиться. Чтобы, ну как это, не пойти, вот, знаете, вот, родиться новым человеком. Это каждый день. Вот я вам желаю, чтобы вы каждый день рождались, вот, заново и заново, чтобы становились Божьими людьми всё больше и больше. Даже если там, я не знаю, только у Господа все тайны, вот, сколько там какой процента остался ещё того Божьего человека, даже, вот, знаете, вот у совсем людей, которые, вот, вы думаете, что это сплошная темень. Вот, и поэтому я советую, призываю никого не судить, потому что только Бог знает, сколько там темноты, какой процент, а какой процент света в человеке. И вот то, что первая заповедь, чтобы себе идолами желудок не делали, то если я сегодня умру, например, что сегодня среда, конечно, Господи, благослови сегодняшний день, но если я сегодня предстану вот там, пред этими вот, пред демонами, которые, ой, я очень надеюсь, вот, знаете, ой, я очень боюсь этого, очень боюсь демонов, но ещё больше, чем вот демонов, я боюсь быть изгнана вот Господом, чтобы он не сказал, я тебя не знаю. А вот, поэтому у меня вот этот страх демонский, у меня ещё больше страх перед Господом, чтобы он от меня не отказался. И вот у меня есть обещание, у всех есть православные, не только православные, христиан, есть обещание Господа. И вот эта Нагорная проповедь, насколько она важна, прочесть её, это вот было первое, что, вы знаете, так вот у меня врезалось в память, когда вот я начала читать Библию, это именно Матфея 5 глава, и там и про развод вот говорится, и особенно вот кто наследует Царство Божье. И вот, что, конечно, все христиане могут сказать, Господь это и обещал. И вот этот вот страх Божий, чтобы все имели, и вот благословенные милосердные, а милосердие, это именно 20-е, вот 20-е вот это вот, как его, ой, мыторство, вот 20-е мыторство, это не милосердие. А вот если вы милосердны, то 20-е мыторство уже, вот если вы всё это вот, вот помните, я говорила, я столько ставила, я вообще же не знала, что, что произошло, почему меня тянуло, вот цветы там было, там 12 апостолов, 10 заповедей каждый день, я же даже не знала, что мой брат вот не на этом свете. И помните, там ещё ураганы, то, что я говорила, пошла в магазин там что-то покупать, и хозяйка этого магазина показывает фотографии, у неё вот такой вот град, она прям в Сфонтане здесь живёт, градом вся машина у неё побита была, вот, а я ещё говорю, о Господи, благодарю, и такой ветер был, и потом я услышала Иванессанса песню, и, да, я не знала, что брат уже на том свете, так вот, вчера я только заметила, что там один парень поставил, им его ещё Сергей поставил, ну, да, и Эмилия, она вот из Ирославля, и я думаю, вот, знаете, не было у меня вот такой обиды, в таком плане, ну, посолил он мне рано, я как раз уже узнала, вот, совсем недавно, что вот, 43 дня назад буквально узнала, что мой брат не на этом свете, вот, но его душа жива, душа жива, я уже утром помолилась у Дженнифер в комнате, и вот, в утреннее правиле там есть и молитвы за усопших, и молитвы за вот живых душ, то есть я это уже помолилась, и рефрешинг, и я мало, ещё мало, вот я только девятый, вот, за деток, вот тех, абортированных за освобождение душ, только девять прочла, а вот я уже 10, 11, 12, имена записала Михаил, Николай и Серафим, ой, всем благословенного дня! Субтитры создавал DimaTorzok